Ребят, всем привет! По мере возможности отвечаю на письма и сообщения ватсапа и, к сожалению, не отвечаю на комментарии под видео, если честно, я их даже не читал. Не было времени. Смотрите, задают мне постоянно вопрос по поводу того, что я слышу от людей, да, что пошли оттуда. Отказы в визах. Смотрите, это очень важный момент. То, что я говорю, я говорю правильно, потому что я в регистрируемой профессии в Австралии. Если я буду говорить неправильно, то меня накажут. Вплоть до того, что регистрацию отберут. То есть на моем канале, я зарегистрированный иммиграционный агент, на моем канале то, что я успеваю вам рассказать, я говорю правильно. Я не знаю, что происходит на других каналах, но я знаю, что очень многие люди любят давать иммиграционные советы, при этом не будучи в Австралии. Для того, чтобы консультировать по иммиграционному праву, нужно быть или зарегистрированным иммиграционным агентом, или legal practitioner. Другими словами, адвокатом. Очень много людей поснимало гайды о том, как подаваться на 600-ю визу. Я не снимал. У меня физически не было времени. С одной стороны, они молодцы, они тоже хотят вам помочь. Из добрых намерений исходили, когда снимали свой гайд. С другой стороны, если плохая помощь, то лучше не надо. Да, самая главная помощь, это не навредить. Потому что по вашим вопросам, которые вы мне пишете, у меня складывается впечатление, что там плохая помощь. Есть люди, которые меня спрашивают, а правда ли это, я посмотрела гайд, а правда ли это, что я должна в туристической визе писать, что я бегу от войны. Меня уже сразу начинает настораживать этот гайд и тот, кто его записывал. Друзья, туристическая виза, вообще-то недавно, ты должен был доказать, что ты уже везде был. Тебе только Австралии в жизни не хватало. Туристическая виза, это Genuine Temporary Entrant Criterion. Ты должен доказать, что очень хочешь посетить Австралию и немедленно вернуться домой по окончании поездки. Для чего ты показываешь банковские счета, связь с домом, бизнес дома, работу дома, зарплату дома. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Что ты много стран уже посетил с похожими визовыми режимами, как Австралия, и постоянно домой возвращался, никогда не нарушал визовое законодательство, и так далее, и так далее, и так далее. Изображаешь такую картину состоятельного туриста, который точно вернется. Я понимаю, что сейчас немножко другое время. Я понимаю, что до этого момента посольство Австралии вообще закрывало глаза на 90% визовых заявлений. Ну слушайте, ну не так же. Ну не так же открыто. Вы понимаете, что законодательство под аппликантов из Украины не переписали. Просто стали добрее. Но закон никто не переписал. Этот же genuine temporary entering criterion остается. То есть в любой момент они возвращаются к нему и оценивают так, как положено. Те, кого выдали, молодцы, проходите. А теперь мы будем оценивать так, как положено. И мне странно, как можно genuine temporary criterion, как можно по нему подоходить, если вы там пишете, что вы уезжаете от войны. Я никому-то из такого из клиентов не писал. Никому. Вы едете посмотреть Австралию. К другу едете. По знакомому соскучились. Хотите очень увидеть вот такие, такие, такие в Австралии города и места. И пусть это даже будет не самое реалистичное. Но писать в туристической визе, где нужно доказать, что вы по-хорошему, где нужно доказать, что вы вернетесь. Доказывать, что вы не вернетесь. Вот такие видеогиды вам снимают. Я уверен, что это не единственная проблема в видеогидах, которые вы смотрите. Смотрите, на какие видеогиды вы смотрите. Смотрите видеогиды. Я уверен, что, может быть, кто-то из моих коллег иммиграционных агентов что-то нормальное снял. И любой иммиграционный агент должен показывать свой иммиграционный номер на своем канале. Его можно проверить по регистрации на сайте департамента Home Affairs. Он должен быть зарегистрирован. Против него не должно применено, ему могут быть санкции и так далее. Проверяйте. Вот таких людей можно слушать. Там всякие блогеры, лохеры и все прочее. Но у них нет квалификации. Даже для того, чтобы рассказывать о турвизе, у них нет квалификации. А вы пойдете и будете внедрять то, что они говорят. Ну, это катастрофа. Так я возвращаюсь. Зачем я это все говорю? Я возвращаюсь к той мысли, что это частично ответ на вопрос о том, что отказывают в визах. Это может быть причиной. Я предположу, что может быть и другая причина. Туристических виз действительно выдали уже очень много. Но это нас возвращает к предыдущему разговору о том, что если туристических виз выдали действительно очень много, значит надо возвращаться к качественным заявителям. А качественный заявитель это не тот, кто подал первую страницу паспорта, а хоть какие-то сопроводительные документы подал. Показал, есть ли у него средства, если есть, то откуда. Показал, за что он живет. Даже если его уволили, понятно, он не ходит сейчас на работу под бомбежками. То он, по крайней мере, недавно работал. Показал, что у него есть недвижимость. Показал и так далее и тому подобное. Любые доказательства его жизнедеятельности и финансового существования. То есть, я сам знаю, что выдавали такие визы паспорт, свидетельство о рождении ребенка, и мы полетели. Были и такие выдачи. Я такого не подавал сам и не буду подавать. Я против этого. Визовое заявление должно быть визовым заявлением. Нормальным. История путешествий. Я покажу, где я был. Вот, пожалуйста, все мои страны и так далее. Уже тогда, когда пошли в интернете разговоры про отказы, мои клиенты все получали. И слава богу, еще я ни одного отказа не получил. Это я ни в коем случае сейчас не говорю, что я не получу отказа в будущем. Даже профессионалы получают отказы. Это особенно горько, когда ты получаешь по клиентам отказы. Но надо же, по крайней мере, стараться делать все правильно. У всех бывают отказы. У всех бывают отказы. Но надо стараться сделать это правильно, а не подгрузить паспорт и на этом это все дело отправить. То есть, визовое заявление – это ваша история. Я бы все-таки говорил, строил эту историю таким образом, что вы, состоявшийся человек, вот ваши доказательства, едете временно в Австралию. Хотите посмотреть то, 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 по друзьям, соскучились и так далее. Пожалуйста, не смотрите людей, которые, если он консультирует по иммиграции, у него должен быть регистрационный номер. У legal practitioner тоже должен быть номер. Там, где люди публично не пишут свой номер регистрационный, не указывают, что это канал зарегистрирования иммиграционного агента, это туфта. Там ничего хорошего не будет. Я, к сожалению, могу записывать только то, что я физически могу записывать. Я бы гораздо больше хотел рассказать и показать, но я, поскольку я получаю десятки сообщений и писем, вот те видео и те ответы, которые успевают, это то, что я успеваю. Но это самое главное. Виз выдано много. Требования к заявителям будут выше. Мы сейчас будем возвращаться к требованиям, которые были. Для заявления визы должны быть качественными. Это может быть одна из причин отказа. Это очень важный момент. Ребят, спасибо. И до новых встреч скорых. Счастливо.